Добрый день, дорогие друзья! И сегодня я хочу поговорить об орхидее. И не просто поговорить, но мы будем ее реанимировать. Эта орхидея досталась мне от подруги. Два куста она успешно засушила. Ну а этот куст уже решила отдать мне для того, чтобы он бедненький не пропал. Конечно в плачевном состоянии находится. Я посмотрела, тут корешки зеленые имеются, но насколько там все это, я думаю, что придется поработать достаточно много. Тут есть воздушные корни, они живые, но очень много в этом горшке корней, которые уже, увы, засохли совершенно. Что я сделала после того, как мне принесли эту орхидейку, я немножко ее полила. Корешки воздушные позеленели сразу же. Тургор листьев немножечко улучшился, хотя оба листа так выглядят очень тускло и присушено. Ну что ж, давайте будем смотреть, как опытные хирурги, в чем это растение теперь нуждается и что с ним делать. Я тут уже все приготовила и спирт, ватные диски и даже ложечка для размешивания, если потребуется активированный уголь, зеленка, ватная палочка для того, чтобы обработать срезы растения. Скорее всего мы будем обрезать тут старые корешки. И первым делом, что будем делать, это переваливать растение. Рекомендуется орхидею переваливать, когда она в более таком засушенном состоянии, то есть подсушенном, не надо ее поливать, чтобы не обломились корешки. Потому что корешки орхидеи это ее питание, это ее жизненная сила. А воздушные корни, они служат для того, чтобы растение могло цепляться ими за дерево и расти на нем. Потому что орхидея это растение паразит. А перед нами орхидея фаленопсис. Она растет именно на коре деревьев. Вот. Поэтому воздушные корешки не обязательно прикапывать. Возможно они меняют свою функцию, когда вообще нет корней и они могут зацепиться. Но уверяю вас, что воздушные корни и корни, которые находятся в земле, это не совсем одно и то же. Ну что ж, повысим процент зрячисти. Так. И давайте вытащим, распакуем нашу орхидейку. Вот она вытащилась достаточно легко и бедные-бедные корни, которые находятся внизу, они просто пересохли и не были заняты. Возможно это растение когда-то было залито. Вот я так потряхиваю. Когда-то было залито водой, простояло может быть мокрым. Да, ребята, с корнями тут у нас. Я удивляюсь, как оно вообще до сих пор еще какие-то признаки жизни показывает. Ну видимо за счет небольшого количества корешков, которые вот здесь вот еще все-таки выжили. Как мне сказала хозяйка, это растение оно цвело. Так. Сейчас мы его освободим максимально от старой использованной почвы. Какая-то косточка или это был цветонос. Такой выбеленный. Знаете, похоже на остов мамонта древнего. который вот тут один корешок внутри вроде ничего. Древнего мамонта, который откопали и вот этот голый скелет освободили от кусочков земли. Поэтому растению навредить невозможно. Давайте уберем вот этот лист. Ой, кстати, он сам, видите, взял и отвалился. Что его убирать? То есть растение помогает избавиться. И вот этот вот сухостой. Он тоже здесь уже абсолютно не пригодится. Он не нужен. Будет нам только мешать. Вот эта палочка тоже. В бивни мамонта отправляем в место захоронения. Ни одной же цепочки. Ничего тут нет. Только воздушные корни еще показывают, что это растение еще не умерло. Но слава богу, знаете, чфу-чфу-чфу, я не вижу какой-то особой здесь гнили. Какой-нибудь черный. Да. Вот ведь какое стойкое растение боится за свою жизнь. И даже несмотря на такие неблагоприятные условия. Как мне сказали, ему не хватало света. Ну, это видно. Света не хватает. Не хватает питательных вещей. Если его не пересаживали. Вот как его продали в каком-то горшке в магазине. Вот так он с этим горшком и существует. Вот. Тут видно даже нити коренные. Вот эта вот тоненькая нить. Тонкая нить корешка. Не знаю видно, не видно. Но очень тоненькая ниточка такая. Это и есть живой такой вот корень, который держит этот корешок. И если эта ниточка живая, то оболочка корня восстановится. Ну, а если она уже засохла, то никак ничем этот корень уже не ожените. Вот. Тут даже есть корешки, которые просто отламываются. Возможно, возможно, это растение надо было бы просто обрезать. Я вам покажу, где обрезать. Вот так вот в этом месте возможно обрезать его. Вот так. И верхушку, из верхушки отращивать новые корни. Ну, вы знаете, у меня есть опасения, что, возможно, это будет слишком для него. Стрессом большим. Поэтому я не буду сейчас это делать. Мне важно, чтобы оно задышало и почувствовало, что надо жить. Вот. Потому что по состоянию на сегодняшний день, мне кажется, оно не понимает, как это делать. Как выживать. Знаете, похоже, вот по центру идет стержневой корень, по центру корня. И этот вот стержень, если он живой, то и как бы мясо нарастает живое. То и мясо вокруг тоже живое. Ну, удивительно, удивительно живучее растение. Живучее. Так. Все. Вот посмотрите, что получилось у меня после того, как я обрезала. С этим листом пока не знаю, что делать. Возможно, я его подрежу вот так. Для того, чтобы он не высушивался дальше. Растение заживит эту раночку и будет такой половинный листик. Но он все равно будет участвовать в фотосинтезе. Поэтому, конечно, нам сейчас важен каждый оставшийся зеленый клочок листика, чтобы растение ожило. Так. Это мусор. Я посмотрела. Ой-ой-ой, ребята, да тут столько вредителей. О-о-о, тут земляная мушка. Ай-яй-яй. Ну, ладно, мы это дело, надо сразу же куда-то сейчас все это выбросить, чтобы они не расползлись. То есть, когда вы будете просматривать вашу орхидею, пожалуйста, посмотрите, нет ли там чего-либо подобного. Вот. Я орхидею помещаю вот сюда. Вот. Горшок. Убираю все обеззараживать. Срочно не выкинуть. Обеззаразить. Итак, друзья мои. То, что я увидела, меня очень сильно огорчило и расстроило. Потому что земляная мушка, это вам не фунт изюма. Конечно, она сожрала там все, что могла. И она повреждала корешки. Этого бедного растения. И что я сейчас сделаю, это я первое. Я, конечно, постараюсь промыть как следует. Как следует его промыть. И знаете, я даже это буду делать под проточной водой. Я хотела его просто пополоскать здесь. Но теперь я понимаю, что тут нужны более такие суровые радикальные меры. Обработка. Бояться не будем. Знаем врагам в лицо. Значит, знаем, как от этого растения избавить. Тут, кстати, еще у меня золотой ус из той же квартиры. И, скорее всего, у него те же самые проблемы. Надо было мне его сразу пересадить. Но он у меня стоял-стоял, все руки не доходили. И теперь, я думаю, там, скорее всего, такая же проблема. Вот что происходит с растением, если не смотреть, что там внутри. И не менять вовремя земли. Не менять, не обеззараживать. Ну ладно, что делать? Пойдем справляться с этим. Будем его мыть. Итак, друзья мои, прямо вот так вот и будем его мыть. Непосредственно под водой. Потому что этот враг, земляная мошка, он очень каверзный. Будем купать. Прямо вот так вот будем купать. Нам очень благодарна. Я думаю, что оно будет. Пойдемте, будем дальше его обрабатывать. Если насекомые повреждают корневую систему растения, растение гибнет. И сейчас наша задача ранки, которые открыты на корнях, эти рамки надо заделать. Каким образом? Во-первых, чтобы не развивалась всевозможная гниль, мы сейчас это растение замочим фитоспорине. Итак, друзья мои, вот наша орхидея, а вот фитоспорин. Фитоспорин универсальный для лечения и профилактики грибных и бактериальных болезней. Фитофторы, корневой гнили, парши, мучнистой росы, черной ножки, альтернариоза, фузариоза, ржавчины и других. Поэтому замочим на час, чтобы не листики наши, чтобы мы были в полной уверенности, что и листики, и корни этого растения, и стебель защищены. Значит, для того, чтобы замочить, нам потребуется вода. Вот у меня трехлитровая банка с водой и, собственно говоря, ложка мерная. Здесь 30 грамм, я развожу 3 грамма, нет, 9 граммов на литр воды, то есть это одна треть этого пакета. Третья часть пакета, 30 грамм, вот десертная ложка, это как раз и будет необходимое нам количество фитоспорина. Вот так. И будем размешивать. Что такое фитоспорин? Он содержит, во-первых, бацилус субтилиус, штамм 26D для личных и подсобных хозяйств. То есть борьба здесь происходит по методу конкуренции. То есть вот та бактерия, которая здесь находится, она резко поднимает иммунитет. Во-первых, она для человека тоже, если вы пили от дисбактериоза, какие-то бактерии, да, то вот эта бактерия, она входит в состав от дисбактериоза для человека. Ну, у человека в другой упаковки. Итак, а для растений вот мы сейчас получим то, что вам необходимо. То есть фитоспорин, он будет у нас бороться с бактериями и вирусами, то есть поднимет иммунитет растения. А от мошки земляной, от земляной мошки у нас будет другое лекарство. А пока давайте фитоспорин, поскольку мы подрезаны корни, нам нужно наше растение замочить, чтобы не было черной гнили и прочих-прочих заболеваний бактериальных. Так, для человека это порошок не опасный, для пчел он тоже не опасный, поэтому фитоспорином можете смело ваши растения замачивать. Листики я только намочу, вот так, и поставлю орхидею, ее нижнюю часть в воду, особенно там, где были подрезаны корешки. И для того, чтобы у нас не было риска загнивания, вот это местечко промакивайте. То есть вода не должна застаиваться в этой лунке и проникать вовнутрь. Вот, вы видите, порошок имеет такой в растворе серый цвет, поскольку корни мы промыли, это не от земли такой цвет, это цвет от фитоспорина. Вот, промокнули и пусть оно теперь часик отдохнет. А я пока подумаю, чем его обработать от земляной мошки. Так, ну вот, товарищи любители комнатных растений, фитоверм. Это препарат инсектицидный, который уничтожает вредных насекомых. Поэтому будем надеяться, что если были какие-то насекомые, то они должны погибнуть. Вот, что мы сделаем сейчас? Мы выльем сюда половину этой ампулы. Тут 4 миллилитра. 2 миллилитра сюда. И 2 миллилитра в опрыскивающую елкость я обработаю за одно и другие комнатные растения. Если вдруг в них что-то заведется, потому что мошка это такая штука, которая летает, чтобы у нее не было шанса прижиться в каком-то еще другом горшке. А вообще, растения теперь отправятся на карантин. Все. Выливаем сюда половину содержимого. И половину содержимого выльем сейчас в опрыскиватель. Здесь у меня где-то литр воды. Запах не из приятных. Он у меня, собственно говоря, включен при всех этих работах очиститель воздуха. Сейчас я вам его тоже покажу. То есть меры предосторожности. Одевайте перчатки. Вот. Не пренебрегайте никогда защитой. Видите, всякое может произойти, с чем только мы не встретимся. Так, ну еще немножко, пусть минут 20 наша орхидейка постоит в этом растворе, чтобы убились все личинки. Вот у меня стоит очиститель воздуха. И он работает. Функции его можно включить. Плазменное очищение при помощи кнопок. Вот. У меня здесь еще и будет вырабатываться озон. И отрицательные ионы воздуха. Вот наши комнатные растения. Сейчас мы их тоже опрыскаем. Опрыскаем листву. И опрыскаем почву. Чтобы мошки не могли сюда поселиться. И в один из горшков. А вообще в каждом горшке должна быть своя рыхлилка. Потому что это всегда более гигиенично. Здесь такая. Сюда можно, например, вот такую поставить рыхлилочку. Для следующего горшка лопатка следующая. Вот. И для клеродендрума. Видите, как он красиво цветет. Поэтому было бы жалко, если бы он тоже был поражен. Вот у него тоже своя лопаточка. Поэтому опрыскиваем почву в этом растении. И опрыскиваем для профилактики. На них вредителей не замечено. Одновременно обработали все растения. И вот здесь, друзья мои, у меня остался фитоспорин. Вот. Фитоспорин от заболеваний вирусных, бактерицидных, бактериальных заболеваний растений. Поэтому фитоспорином можно просто пролить землю. Вот. Поэтому я его не буду выливать. Он у меня немножко постоит. Вот. Он может постоять с ним. Ничего не будет. И когда растения немножко подсохнут, я пролью землю этим средством. Для того, чтобы предотвратить заболевания растений в других горшках. Ну вот, дорогие зрители моего канала. Наша орхидея достаточно подсохла после обработки. И я решила все-таки пойти на такую радикальную меру, как деление орхидеи путем ее разрезания ее ствола. И отделение от основной корневой массы. Ну, потому что, смотрите, вот сам ствол, видите, какой он длинный. И при этом нельзя заглублять шейку ствола глубоко в воду. И тут получается много уже воздушных корней, которые не создают прекрасной картины. Поэтому режем вот так, отделив наши корни от основной корневой массы. И будем ждать, что и отсюда смогут пойти почки. Сейчас я, если получится, если получится показать, покажу, что тут у нас имеется. Вот здесь у нас имеются почки. Вот, что из них вырастет, я не знаю. Может быть, очередные корни, а может быть, это все-таки побеги. Вот, так что я решила, приняла решение обрезать. Обрезать вот так. Оставить несколько корней у верхушки. И оставить вот эти вот почки мы, наверное, оставим на стволе. Вот эти две почки. Пусть они будут на стволе. А здесь еще имеется достаточное количество почек для того, чтобы потенциально можно было выгнать еще побеги. Так, вот здесь какой-то вот этот цветонос, он, конечно, не будет мешать нам обрезать. Но будем, постараемся сделать это максимально аккуратно. Вот, максимально аккуратно для того, чтобы не повредить. Оставить целыми почки. И пусть они растут. Для этого обработаем спиртиком. Все как у хирурга. Вот так вот обработаем спиртиком. И будем делить наше растение на две части. Вот это вот какой-то корень. Похоже. Да. Но он загниет. Если... Ага. Вот почки. Ну вот. Что у меня получилось. Это там посмотрим. Вот. Еще по поводу листа вот этого. У меня такое ощущение, что есть тенденция к его усыханию. Несмотря на то, что я его поливала. Вот. Немножко тургор получше стал. Но вот здесь вот прямо идет такой отток соков. Но поскольку этому растению все же нужен будет лист. Давайте мы этот лист сейчас тоже обрежем. Обрежем ровно настолько, чтобы можно было вот так вот обрезаем и обрабатываем. Обработочка активированным углем. Вот. Есть активированный угол. И мы порошочком просто смазываем этот срез. Вот таким образом. Можно зеленочкой. Вот я приготовила зеленку с растением. Она также подходит, как и людям. Так. И наш срез снизу. Мы тоже сейчас подсушим угольком. Вот так активированный углем. Пусть полежит. И здесь тоже. Проводим обработку. И так прямо побольше. Не жалея. Активированным углем присыпаем. Все. Пусть отдыхает. Будем надеяться, что что-нибудь получится. Я не надеюсь, что это будет очень скоро. Но надеюсь, что это произойдет. И так. Вот. Очень много мха. И очень мало сосновой коры. Поскольку, когда кора лежала на солнышке, я видела, что в пакете образовалась испарина. Я делаю предположение, да, она достаточно влажная. Имеет определенную влажность. Вот. И посмотрим, что здесь за уголь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Этот уголь очень мелкий. Почти мелкодисперсный. Не годится. Поэтому сейчас я принесу уголь для шашлыка. У меня есть. И мы приготовим из него нужный кусочек. Так. Ну, дорогие друзья. Я принесла уголь. Наколотила его. Примерно такого размера. Вот фракция нам подойдет. И особенно... Какое количество должно быть угля? Соотношение с корой 1 к 10. Поэтому вот так вот уложим кору. Если какие-то вредители захотят проникнуть снизу. Они очень не любят запах горелого леса. Это их отпугнет. Вот так. Ну, и положим немножко коры. И теперь можем располагать смело наше растение. Кроме того, я питаю слабость к вермикулиту. Вот. Считаю, что... Ну, не считаю. Это написано в пакетах, что эта субстанция помогает избавиться от ненужных насекомых. Так, вот так вот ставим нашу орхидейку. Прячем корешочки вовнутрь. Вот таким вот образом вот она устроилась. Мне кажется, это будет то, что ей необходимо. Дорогая моя, ну как ты там, потерпишь? Тебе будет хорошо в этом горшочке. Ну, сверху, да, присыпем немножко вермикулита. Туда, на дно. Так, теперь кора. Вот, кора распределится так, как ей будет наиболее удобно. Между корнями орхидейки. Вот, тут есть хорошенькие такие. Вот. Немножко приподнимем орхидею. И вот с этого, с этой стороны тоже подложим кору. Мохсфагнум. Ну, его тоже не должно быть очень много. Давайте его как индикатор все-таки куда-нибудь там подсунем. Вот. Но, чтобы он не начал загнивать. И даже лучше немножко сверху. Так, он тоже будет предохранять корни от пересыхания. Так, этот корешок не хочет туда ложиться. Ну, пусть он будет сверху. Вот. Я надеюсь, что через какое-то время тут появятся свои корешки. Да, уголек не забываем подсыпать. 10% это не очень много, но они должны быть. Особенно вот сюда, под место среза, чтобы там никому не захотелось поселиться. Куб трамболинь естественным образом нашу кору. Сильно не будем забивать, потому что должны быть воздушные карманы. Орхидейка наша будет дышать. Ну, вот так вот мы ее поместили, омолодили, можно сказать. Я надеюсь, ей здесь будет хорошо. Вот. И корешочки слегка прикроем махом сверху. Вот. Очень симпатично даже у нас все получилось. Вот таким образом все очень даже неплохо выглядит. И теперь осталось нам посадить нижнюю часть. Вот наши корешки. Вниз здесь кашпо все в дырочках. Пусть дышит. Потому что у меня такое подозрение, что эта орхидея была засушена, а потом залита. Вот. Отпускаем наши корешочки. Так. Все положили. Вот такое вот получилось у нас кашпо. Вот. Все видно. Орхидейка будет дышать. Вот. Так что на этом все, дорогие друзья. Пока прикроем мхом сфагнумом. Вот так вот, чтобы корешки не просыхали. А завтра муху берем и положим сюда сосновую кору. Все, спасибо вам большое за то, что досмотрели это видео до конца. И как только мои питомцы проснутся, я им покажу сейчас, с кем они будут соседствовать. Вот. Но на карантине недельку они у меня постоят. Я проверю корешки на наличие насекомых. И если тут никаких мошек больше не обнаружится, то welcome, добро пожаловать на подоконник. Все, спасибо вам большое, дорогие друзья, за просмотр. Ждем результатов. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok